Тютин Женя этот Новый Год запомнит точно на всю жизнь, так как его новогоднее желание сбылось. Но если многие дети желают на Новый Год себе телефоны или игрушки, то Женина просьба тронула Дедушку Мороза до глубины души. Я написал, чтобы мальчику прислали коляску, у него ДЦП, а он ездит сейчас на детской коляске. В своем письме мальчик, кроме инвалидного кресла, для Аркадия Колпакова больше ничего не пожелал. Аркадий болен ДЦП и не может самостоятельно передвигаться. Такое кресло ему было просто необходимо. На мероприятии присутствовал отец Аркадия, который об этом письме узнал буквально на днях. Сейчас, как говорили, что чудес не бывает, оказывается, они бывают. Мальчик, наш сосед с городка, написал письмо Деду Морозу, что мы нуждаемся в инвалидской прогулочной коляске. Коляски очень дорогие сейчас в наше время, просто нам не под силу. Ну, я просто очень рад и счастлив, что вот так получилось, что нам вручили сертификат на прогулочную коляску. Очень довольны, что ребенку она подойдет, что ребенок будет нормально себя чувствовать в этой коляске. Как отмечает глава Клинского муниципального района Алена Сокольская, в этом году дети очень много писали социальных писем, которые направлены на помощь своим друзьям или близким. Очень многие ребята писали о том, что Дедушка Мороз, не приноси нам подарка, но помоги детям Украины. Не откликнуться на такое письмо было бы невозможно. Поэтому очень приятно, что в нашем районе, в наших семьях растут такие чуткие, отзывчивые, замечательные дети. И, конечно же, сказочный персонаж Дед Мороз не мог не отреагировать и постарался всех ребят наградить подарками. Намного больше детей по сравнению с прошлым годом поучаствовали в акции под названием «Письмо Деду Морозу». 35 из них сегодня посетили ежегодную, уже третью по счету, елку меценатов, которая прошла в Клинском подворье. Для ребят была подготовлена сначала экскурсия по музею елочной игрушки, где они смогли увидеть не только, как изготавливаются елочные украшения, но и различные раритетные игрушки. Потом детей встретили у елки Дедушка Мороз и Снегурочка. После традиционного хоровода ребят ждала самая долгожданная часть мероприятия – вручение подарков. Подарки были самые различные – от мягких игрушек конструкторов до лыж и настоящих собак. Но не только количество детей, участвующих в елке меценатов, растет, но и тех, кто хочет помочь в организации. Официально Союз Меценатов насчитывает 15 человек, но, как сказал Дмитрий Мартынов, председатель Союза Меценатов, людей, которые откликнулись, насчитывается около 30. Просто не все захотели огласки. Доброе дело сделали и ушли в сторону. Но встреча с собаком мы решили, что надо все-таки об этом говорить, надо как-то показывать, чтобы другие имели возможность и знали как. Потому что оказалось, что много желающих, которые просто не знают, как помочь. Елка меценатов состоится и в следующем году. И наверняка подарит детям, да и взрослым очередную россыпь новогодних чудес. Артем Синяков, Александр Феофанова. Программа «Мой Клин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова